Парк науки ННГУ Мы кардинально зависим от мозга. Вы понимаете, наши глаза, уши, носы, кожа, в общем, наши органы чувств, они поставляют информацию в мозг. Смотреть – это одно, а видеть – это другое. Мы смотрим глазами, мы видим мозгом, мы слушаем ушами, мы слышим мозгом и так далее. Картина мира находится в мозгу. Я считаю, что очень важно выступать перед более-менее широкой публикой, причем разной, потому что это нас, может быть, избавит от полной дикости и апокалипсиса. У меня нет идиотской идеи мессианства, разумеется. Но я просто вижу, что очень отклик обычно бывает большой. И потом пишут много, и пишут «была дурой дурой», да, «пекла блины». А теперь читаю книжки, поступил в университет. Вот для этого как бы стоит выступать. Для того, чтобы информацию о том, что в мозгу творится, получить, нужно задавать правильные вопросы и ставить очень сложные эксперименты. Ты не можешь это пощупать, это не щупается. Такими экспериментами Татьяна Черниговская занимается в том числе в команде с Нижегородским психофизиологом, профессором университета Лобачевского Сергеем Париным. Ученые исследуют состояние стресса на примере синхронных переводчиков. Например, мы человека сажаем перед прибором, который называется «айтрекер», то есть тот, который отслеживает сакады движения глаз по экрану. И даем ему, ну, садизмом таким занимаемся, то есть им и так бедным тяжело. А мы им добавляем еще когнитивную нагрузку, чтобы им стало еще тяжелее. Вот что меня, это мы еще так не додумали, это я вам свежее говорю, но что нас удивляет, это получается, что и так-то им, я говорю, хватает. А когда ты им добавляешь, им чуть ли не лучше от этого. Оказывается, люди, которые практически почти не волнуются, ну, волнуются все, но почти не волнуются, они гораздо менее успешны, они гораздо хуже работают. А вот те, которые работают на накале, на разогреве, вот они хорошо справляются с этой задачей, а задачи очень сложные. Обычную задачу популяризаторов науки – делать сложное простым, Татьяна Черниговская интерпретирует по-своему. Ее лекция – это вопросы, которые делают сложное еще более сложным. И тем не менее этот интеллектуальный джаз продолжает завоевывать своих фанатов. Я не ребенок, но я занимаюсь очень маленькими структурами, у меня очень углубленные изучения, и мне не хватает как раз ее уровня, выход на человека, на организм. Поэтому даже не на человека, на общество скорее. Поэтому мне очень интересно ее слушать. Большая часть людей, которые не связаны с наукой, да, они вообще этих вопросов касаются обычно. А она как бы, ну, интересно построя беседу и диалог со зрителем, погружает его вот в эту научную среду и задумывается, как наш мозг работает, как там все происходит вообще. Поэтому, на мой взгляд, это очень интересно, и то, что она сумела до массового, так скажем, слушателя вот это все донести, то ей прям респект.